В Израиле заканчивается подготовка к операции «Летние семена» по нейтрализации возможных арабских беспорядков, связанных с компанией по провозглашению палестинского государства. Не исключено, что в столкновениях, кроме Цагала, примут участие поселенцы иудеи и самореи, ведь именно на них, в случае чего, будет направлен гнев их палестинских соседей. В подготовленном Цагалом документе, который цитирует газета «Арец», говорится о вероятном, так называемом, всенародном пробуждении палестинцев после голосования в ООН. Возможны массовые беспорядки, марши к центральным шоссе у иудеи и самореи и к еврейским поселениям, попытки уничтожения израильской символики, стрельба и даже теракты. Также надо быть готовым к беспорядкам на границах государства и вблизи разделительной стены. Нам абсолютно ясно, что палестинцы будут сильно разочарованы, так как реально ничего не изменится. Они предпримут разные шаги для демонстрации своего суверенитета, а Израиль этому воспротивится. Умеренным палестинцам никакого одностороннего проозглашения не нужно. Они хотят жить в Израиле и в мире с ним. Главное для них – работа и образование для детей. Но исламский радикализм, который укрепляется во всей иудеи и самореи, прежде всего Хамас и исламский джихад, захотят здесь все взорвать, будут готовить теракты, подстрекать палестинцев к насилию. Махмуд Аббас на самом деле тоже не против террора. Он говорит, что сейчас это не в их интересах, но не считает его аморальным. Поэтому мы ожидаем, что будет горячо. Армейское командование заверило жителей иудеи и самореи, что все будет под контролем. Тем не менее, в рамках операции «Летние семена» поселенцев снабжают слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Были проведены учения для охранных служб поселений и совместные рейды, чтобы выявить слабые места в их защите. В некоторых поселениях готовы к вооруженной самозащите и беспомощи армии. Армия должна защищать граждан везде, в том числе и в иудее и самореи. Конечно, поселения готовятся на случай, если помощь задержится. Но безопасность в руках Цагова, так что никакой партизанщины. Но для меня более важен политический аспект. Прежде всего, мы всячески убеждаем правительство ответить на односторонний шаг палестинцев своим односторонним шагом. А именно, распространить израильский суверенитет на еврейские поселения и иудеи и самореи. Это то, что необходимо сделать. Кроме этого, в сентябре и октябре мы собираемся умножить в иудеи и самореи израильскую государственную символику. Развесить флаги на всех перекрестках. Призвать жителей, чтобы они ездили с флажками на своих машинах. Это и психологически важно. Часто в конечном итоге именно это решают. В 2001 году наших друзей-поселенцев из Нагдин подстрелил арабский снайпер, выбрав их машину из-за бело-голубого флажка над крышей. Так что желательно быть сильнее не только психологически. Гидон Дубинский, Алла Казакова. Специально для Артен. Иудеи. Израиль.